Я не знала, к кому обратиться. Я просила. Я вижу, что девочки после этих систем, после этих уколов, они идут через какое-то время и рожают. Мне говорили, терпи, тебе еще рано. Ты не знаешь, какая у тебя ситуация. Молчи вообще вот так вот. В итоге все девочки ушли, они родили уже. Время уже обед. Я не могла, я орала от криков. Мне было очень больно, мне было очень плохо. На что одна медсестра даже пришла, мне дала пощущение, сказала, ты что орешь? Она прямо ударила тебя? Да. Я говорю, закройте тогда дверь, если вы не разрешаете кричать, потому что я без криков говорю, не могу. Мне было, потому что очень плохо было. Она закрыла дверь и ушла. И значит, с четырех часов вот так вот я мучилась, кричала, ревела. В шесть часов вечером посмотрела меня акушерка. Сказала, что у тебя ребенок уже леп неправильно. Он тебе родится мертвым, если ты родишь сама. Я видела, как у меня ребенок мучился, как прямо его, мой живот прилипал к его спине. И мне было там уже тоже, видимо, уже дышать нечем было. Я, естественно, согласилась, она эпидуральная. После чего меня посадили на стол в таком положении. Сказали, сильно загнуться. Я сильно загнулась. Мне поставили первый уков позвоночник. Я подпрыгнула, у меня какие-то пошли стрелы по ногам, вот такие жгучие. Я ему об этом сказала. Он мне еще сделал замечание. Если ты спокойнее будешь сидеть, то будет плохо. Он это кто? Анестезиолог. Я сказала, что у меня какие-то стрелы пошли, я от этого дергаюсь. После чего он поставил еще два укола у меня в позвоночник. И сразу начали резать. Разрезали мне по животу, получается, вертикально. Я почувствовала, как мне разрезали живот. Я об этом сказала. Сказала, что я чувствую, как вы мне режете. После чего мне дали. Надели на меня маску. Видимо, это был общий наркоз. После чего я отрубилась. Уж все. Ничего не помню. Наступило утро. Маму снова девочкам принесли свои детей. Мне уже к тому времени стало плохо. Мне начало отрасти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова